Письмо 52. 16 января 65. Любимые папа, мама, Биби и Идо. Не помню, писал ли я вам, что мы получили увольнительную на 9 дней. Признаюсь, что за все время я не двинулся за порог дома. Каждое утро я брал имеющиеся в моем распоряжении книги по физике, ехал в национальную библиотеку и занимался там 3-4 часа. Потом возвращался домой к обеду и продолжал заниматься. Спать ложился, как правило, рано и рано вставал. Вот уже неделя, как мы, повышаем квалификацию в кавычках. То есть проходим тренировки на более высоком уровне, гораздо изнурительнее прежних. Дождь идет без передышки, но я давно уже к нему привык и прекрасно приспособился к условиям, которые другому показались бы ужасными. Сувольнительный вернулся бодрым и веселым, в отличие от других, которые до смерти скучали, утверждая, что в городе нечего делать. Я провел все время у бармейеров, и они милы, как всегда. Дождь чудом перестал, но воздух по-прежнему насыщен влагой и прохладой. Небо совсем серое, и солнца почти не видно. Можно сидеть на улице в кавычках, и я расположился на камне возле одной из пещер Бейт-Туврин, и пишу вам это письмо. Между прочим, мне удалось нечто невероятное — читать книгу в период учений. Не способен я после дня тренировок свалиться на одеяло в палатке и проспать несколько часов только для того, чтобы снова начать тренировки и не оторваться на то, чтобы подумать и почитать. Как-то мне удается урывать время для чтения. В настоящий момент я читаю «Атлант пожал плечами» и продвинулся довольно далеко. Сожалею, что вам трудно разбирать мой почерк, но письма мои пишутся в полевых условиях, бумага на коленях, а ручка исключительно скверная. Иорданцы снова стреляют, снова у нас проблемы. Писать пока прекращаю, надо явиться на построение.